МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости к этому часу в материалах корреспондентов телекомпании Ирбис. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Антимонопольщики намерены привлечь к ответу тепловиков за недогрев. Вместо магазина приют для бездомных. О дальнейшей судьбе заброшенного здания в центре Павлодара рассказали чиновники. И мыши, и крысы, и дети бегают. И мало того, что окна разбили, и там лазают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красота женщины особенно заметна в шикарной шубе. В магазине «Эталон меха» скидки до 50% на норковые шубы. Торгово-развлекательный центр «Баттермолл», второй этаж. Рассрочка без процентов. Павлодарская вермиферма по разведению красного калифорнийского червя и тепличный комплекс «Вермитех плюс» представляют уникальную продукцию собственного производства – биогумус, и продукцию на его основе, которую вы можете приобрести в магазине «Вермитех плюс». Жидкий биогумус «Вермитех плюс», изготовленный на основе продукта жизнедеятельности красных калифорнийских червей, является единственным удобрением, обеспечивающим экологическую чистоту выращиваемой культуры. Здесь же можно приобрести великолепный, питательный, воздуховлагоемкий почвогрунт для выращивания рассады. Высокоурожайные семена голландских селекционных компаний в удобной упаковке для дачников и садоводов. Вас порадуют низкие цены от производителя. Возможно, доставка. Наш адрес. Проспект Назарбаева, 2, телефон 8 747 525 39 02. Магазин «Вермитех плюс». Друзья мои, я так боюсь, что она сейчас мне на голову бросит. На голову падали? Иногда попадала. Да. Ася, наспорт. Тебе что дает эта йога? Скажи мне. Энергии дает. Тайне лесного колдуна, я старуху играю. Это ты там в этой сказке? Да. Серьезно ты? Да. Вот эта сгорбленная женщина? Очень хорошо, что мне дает роли, и что у меня есть возможность раскрываться как актриса. Ты не ешь мясо. Я не хочу его есть. Иногда я могу его поесть, потому что, допустим, я в какой-то компании, где вокруг все едят это мясо, и будет очень невежливым отказаться. У тебя нет мамы и папы? Да. Меня определили в интернат. И я постоянно сбегать начала. Я спала в подъезде, и мне хотелось постоянно куда-то вернуться, а вернуться некуда было. Ну, вообще, мне очень везет в жизни. А ты влюблялась вообще когда-нибудь? Ну, я сейчас люблю. Проект «Откровение» и «Я» в эту субботу на телеканале «Ирбис». Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». План работ на ближайшие пять лет утвердили сегодня депутаты от партии «Нур-Оттан». Более ста проектов на сумму 1,3 триллиона тенге будут реализованы в регионе по программе «Дорожная карта». Народные избранники должны ввести контроль за качеством выполнения работ. Что планируют в первом сюжете? 12 крупных инвестпроектов, реконструкция сетей, ремонт магистрали, строительство социальных объектов и 45 тысяч новых рабочих мест. Все это в рамках «Дорожной карты». План предстоящей работы на ближайшие пять лет утвердили сегодня депутаты партии «Нур-Оттан». В программу включили наказы и предложения людей, собранные в период избирательного процесса. «Это такой большой объемный системный документ, который собрал в себя все наказы всех избирателей. Это документ, который создается впервые. Здесь охвачены все сферы деятельности. В нее включены семь основных пунктов. Это и экономика, и социальные вопросы, и правопорядок, и остальные все другие вопросы». Перед нами стоит задача улучшить качество жизни населения. В рамках этой программы будет реализован такой проект, как «Современные школы». То есть по области будет построено еще пять новых школ, более чем на пять тысяч мест. Десять детских садов. К малокомплектным школам будут пристроены пристройки. Также в городе будет модернизировано почти 50 учебных заведений. Бюджет дорожной карты – 1,3 триллиона тенге. Всего это 131 проект. Сюда также входит строительство двух больниц в 2021 году, 15 фоков, ледовой арены в Аксу, новой трамвайной ветки до микрорайона Достык-2, развитие Баянаульской курортной зоны и открытие Дворца единоборств Павлодаре. Также в числе основных направлений – водообеспечение. Согласно проекту, к 2024-му все села должны быть 100% иметь доступ к качественной питьевой. За реализацией всей программы в регионе вести контроль будут 26 депутатов. Азиза Исабай, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». 19 февраля отчетную встречу главы региона Абылка и Раскакова перед населением покажет телекомпания «Ирбис». В прямом эфире. Начало в 11.00. Вы можете отправлять свои вопросы и пожелания в нашу редакцию по номеру 5549. Все они будут переданы. Кроме того, Акимат области организовал целый ряд каналов связи – это WhatsApp, линия и социальные сети. А письменные обращения можно оставить в Оупен-Акимате по адресу Академика Сатпаева, 49, 1 этаж. Вагоностроительная компания в Экибастузе, которая простаивала больше двух лет, возобновила деятельность. Напомню, руководству пришлось распустить коллектив. Предприятие получило гарантированные заказы. Сегодня стабильно работают и другие производства железнодорожного кластера. На нескольких из них побывал глава региона. Об этом и другом в нашем экономическом блоке. На КВК говорят, в этом году получили заказ на тысячу полувагонов от железнодорожников после простоя в два с половиной года. Сегодня в компании заново набирают сотрудников. Заявляют, готовы поставить нужное количество продукции. Однако переживают, в 2022-м заказов может не быть. Кроме того, есть налоговая и кредиторская задолженности. Готовы долги закрыть, если предоставят рассрочку. Есть и инвестор, желающий вложить средства в предприятие. Глава региона пообещал оказать поддержку. Тем более продукция от отечественного производителя не уступает в качестве. Предприятие, где выпускают преднапряженный брус для стрелочных переводов, в прошлом году тоже не работало. В этом также получили заказы. Производство вновь запустили. Этой весной в компании намерены начать изготовление шпал. Уже занимаются пусконаладкой новой автоматизированной линии. На соседней площадке во второй половине года планируют приступить к выпуску деталей, необходимых для железнодорожного рельсового скрепления. В Казахстане такие еще не делают. Обещают создать около ста новых рабочих мест. Ольга Шкрет, телекомпания «Ирбис». Ключи от квартир получили очередники города Металургов. Девятиэтажный дом в Аксу построен по программе «Нурлыжер». Новоселье празднуют 144 семьи из социально уязвимых категорий. Среди них Илья Перфильев – сирота. Ему 28 лет. Последние пять – жилье снимает. Сегодня скитанием пришел конец. Появилось место, где сможет обосноваться с женой и уже обзавестись с детьми. 40-50 тысяч на снимание квартиры – это дорого. Своей жилью намного проще, легче, удобнее. Знаешь, уже свой угол, никто тебя не выгонит. Квартира классная, красивая, нравится мне. Очень важно для любой семьи, для любого человека иметь свою крышу над головой. И сегодня многие из вас, получив ее, я уверен, с уверенностью, с большой надеждой будут смотреть вперед. И в этих домах должны звучать только смех, улыбки и радости ваших детей, ваших семей. До конца 2021-го в Аксу планируют сдать еще четыре дома на 290 квартир, сообщил Акимгорода Нуржан Ашимбетов. Благодаря этому очередь на жилье сократится на 17%. Сегодня квадратные метры от государства там ждут более двух тысяч жителей. Александра Петрова, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – дачный мини-маркет «Биосад». Растите с нами! Дачный мини-маркет «Биосад» продолжает радовать своих покупателей, расширяя ассортимент. Уважаемые дачники, садоводы, цветоводы и любители зеленого мира! Для вас отличная садовая продукция, семена разных сортов, биопрепараты и биологические средства защиты растений, проращиватели и опрыскиватели, комплектующие капельному поливу. И не только! В мини-маркете налажена система самообслуживания, поэтому ничто не помешает вам сделать правильный выбор. А грамотные продавцы-консультанты всегда рады вам помочь. Делайте выгодные покупки, оформляйте дисконтные карты со скидкой 10%. Ждем вас по адресу в Павлодаре, улица Толстого, 33, в Экибастузе, улица Уэзова, 95А. Работаем без обеда и выходных. Жительницу Жанна Кала приговорили к 8 годам колонии за убийство брата мужа. Родственники уверяют, что преступление женщина совершила непреднамеренно. К тому же она была беременна. Остались шестеро детей, а самому младшему еще нет и двух месяцев. Артем Клеван продолжит. Все произошло на этой кухне. Дома была Жанна Ркинжетаева, дети и престарелые родители мужа. Жили все вместе, в том числе брат супруга. По словам родных, деверь любил выпить и скандалы устраивал часто. Во время обеда, когда она готовила здесь кушать, резала, он зашел, начал здесь ругаться, мотивироваться стереться, все швыреть. И в тот момент начал, сзади подошел и ударил. И в тот момент она или испугалась, или как, не знаю, тоже его ударило с разворота. По словам родных, ножом родственника Жаннар ударила один раз, но этого оказалось достаточно. А мужчина еще некоторое время ходил по дому. Когда стало плохо, вызвали скорую. Женщина пыталась и сама оказать первую помощь. Смерть наступила в реанимации. О проблемах с алкоголем брата говорит и супруг осужденный. Признается, он часто провоцировал конфликт. И сейчас Арман остался с шестью детьми. На момент убийства Жаннар была беременна. До приговора успела родить девочку. Сейчас ей почти два месяца. Все родственники были шокированы решением суда. Надеялись, что женщине дадут отсрочку исполнения вердикта. Учитывая, что у нее шестеро детей. Признает, лишила человека жизни. Но сделала это непреднамеренно. К тому же сама довольно часто страдала от нападок со стороны деверя. Признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 99 уголовного кодекса. Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в учреждения средней безопасности. В настоящее время приговор не вступил в законную силу. Родственники готовятся подавать апелляцию. Надеются еще раз попытаться доказать, что судить Жаннар Генжетаева нужно по факту непреднамеренного убийства. А в предстоящую пятницу в программе сигнал. Эту историю и в каких случаях можно получить отсрочку исполнения приговора, обсудим подробно. Артем Клевин, Максим Носков, телекомпания Ирбис. Очередь в батальоне дорожно-патрульной полиции возмутила повладарцев. Люди сняли, как водители стоят в ожидании в небольшом помещении, где соблюдать дистанцию невозможно. От стражей порядка привычного комментария в соцсетях тем временем пока не последовало. Об этом и не только в нашем традиционном обзоре. Спонсор новостей из соцсетей, магазин сантехники и отопления Керемет СНАП. Всегда выгодно и комфортно. Автор видео, снятом в батальоне дорожно-патрульной полиции, указывает, ролик сделан 10 февраля. На кадрах водители, которые ждут своей очереди для оформления документов по ДТП. В небольшом помещении соблюдать дистанцию не удается. Между тем, в комментариях мнения пользователей сети разделились. Некоторые считают это неприемлемым, другие же указывают, так было всегда и проблем в этом не видят. Теперь все мерзнуть на улице будут. Так ждать надо было не в помещении. По очереди заходите и нет проблем. Там постоянно ждешь по 5 часов, пока они со всех ДТП приедут. Условий нет, хаос полный. Куда начальство смотрит? Добыча воды и снега возмутила павлодарцев. Новости телекомпании «Ирбис» обсуждают в сети. Многие не могут поверить, что такая ситуация вообще возможна в областном центре. В комментариях пользователям приходится отвечать жителям второго павлодара, чтобы доказать, что проблема действительно есть. Топят снег, чтобы добыть воду? Камнями огонь не добывают случайно? Колонки не работают почти всю зиму. Бегаешь по второму павлодару, звонишь в водоканал, а они отвечают, что текущий ремонт. Колонки на горторге уже два месяца не работают. Тоже без питьевой воды сидим. Где придется, там и берем. Пока Иманбек с очередным хитом, записанным вместе с британской певицей Ритой Ора, набирает популярность в Европе, другой павлодарский коллектив тоже пытается создавать музыку на уровне. Группа «Стая-81» представила энергичную песню под названием «Медлячок». Клип сняли еще полгода назад, монтаж завершить удалось недавно. Павлодарцы отмечают, работа выполнена настолько качественно, что вполне может конкурировать с именитыми артистами. Молодцы, ребята! Песня супер! Достойно хит-парадов! Спонсор новостей из соцсетей – магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Всегда выгодно и комфортно! В магазине сантехники и отопления «Кереметснап» стартуют зимние скидки в период с 10 февраля по 10 марта. На весь ассортимент сантехнического оборудования действует скидка до 30%. Унитазы, ванны, джакузи различных форм и размеров от лучших мировых производителей. Широкий модельный ряд современных душевых кабин и комплектующих. Оригинальные и надежные смесители. А еще вас ждет большой выбор стильной и красивой мебели и аксессуаров для ванной комнаты. Климатическая техника, конвекторы и радиаторы на любой вкус и бюджет. Здесь же вы найдете современные электрические и твердотопливные котлы длительного горения. Товар можно приобрести в рассрочку без процентов. Ждем вас по адресу Циолковского, 24. Магазин сантехники и отопления «Кереметснап». Сделать перерасчет по теплу. Предписание с такой формулировкой в адрес Павлодар Энергосбыта готовят в департаменте по регулированию естественных монополий. Специалисты говорят, провели внеплановую проверку после жалоб на недогрев. По ряду объектов в результате выявили отклонение по температуре. Ольга Шкрет подробнее. Внеплановую проверку специалисты департамента открыли после письменного обращения отдела жилинспекции и жала потребителей на недогрев. Говорят, сравнили данные, предоставленные повладарскими теплосетями, температурные графики, утвержденные с местными исполнительными органами, запросили сведения о погоде за этот период от местных синоптиков. В результате выявили отклонение по ряду центральных тепловых пунктов. То есть на самом центральном тепловом пункте в ноябре месяце порядка по 19 ЦТП выявлено отклонение. Это у нас диапазон градусов от 1,5 до 28 градусов Цельсия. В декабре месяце по 7 центральным тепловым пунктам выявлено отклонение. В январе месяце были выявлены 12 ЦТП от 1 до 14 градусов Цельсия. По результатам внеплановой проверки в отношении повладарских тепловых сетей составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, в адрес энергосбыта готовят предписание сделать потребителям перерасчёт. Сейчас теперь будет готовиться предписание, где будет расписано конкретно по каким ЦТП, какие отклонения. И ПЭС будет запрашивать УПТС, как мы полагаем, то что какие дома подключены к этому ЦТП. Условно должно было быть 75 градусов, а подали они 72. Мы пишем на 3 градуса отклонения. На эти 3 градуса данным домам должны сделать перерасчёт. Сумма перерасчёта и штрафа ещё неизвестны. Документы по внеплановой проверке пока у тепловиков на рассмотрении. Возможно, результаты монополист обжалует. В департаменте подчёркивают, готовы отстаивать интересы потребителей, в том числе и в суде. Ольга Шкрет, Максим Носков, телекомпания Ирбис. Сегодня в мобильном приложении повладарцы благодарят коммунальные службы. Во дворах убирают лёд и снег. А вот городскую достопримечательность на одной из главных улиц просят обновить. Смотрим нашу постоянную рубрику. В спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Ждём вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Мы живём на ЕСТА-134. Напротив нас вот такая вот картина. ЕСТА-140. И посмотрите на ЕСТА-140 антенны. Постоянно приезжают мастера, они их постоянно что-то с ними делают, дополняют. На наши вопросы никто не может дать ответа, поэтому мы обратились в мобильное приложение «Ирбис». Город Павадар. Одна из достопримечательностей города – это башенные часы. Если вы можете увидеть показания времени, то вы, наверное, волшебник. Лет 20 тому назад было прекрасно видно показания времени, потому что стрелки подсвечивались. Последние 10-5 лет, не знаю, что изменилось, убрали подсветку стрелок, и теперь лишь только можно догадываться, который час. Совсем недавно я говорила о том, что во дворе невозможно идти. И сегодня уже чистят. Это проспект Назарбаева, 44. Просто замечательно все выдрали, вычистили. И теперь можно не опасаться за свою голову. Вот, пожалуйста, угол дома. Майры 39 и 37. Что творится? Все загажено. И откуда берутся мухи, вы думаете? Все это отсюда и берется. Весной все, снег растает. Вот это вот фекалии собачьи останутся. Мухи, естественно, здесь будут заводиться и залетать к нам в квартиры. Почему вы любите своих питомцев? Почему вы за своими этими собачками не убираете? Вот Якутская, Сибирская улица. Как экономим мы свет? Вот Сибирская 87-85. Весь день свет горит. И всю ночь. Время 13.55. Как мы экономим? Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» приглашает на новое поступление мебели от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Ждем вас по прежнему адресу. Угол улиц Торговая, проспект Нурсултана Назарбаева. Фантастическое, потрясающее и просто шикарное новое поступление в торговом доме «Мега» от российских фабрик «Мебельсон» и «Заречье». Яркие, функциональные и ультрамодные детские гарнитуры. Светлая древесная текстура зрительно сделает комнату просторнее. А яркие рисунки подарят вашему ребенку хорошее настроение. Современные и роскошные модели спален. Здесь они представлены на любой вкус. От нестареющей изящной классики до лаконичного модерна. Оригинальные и практичные кухонные гарнитуры с мега-скидкой. От 30 до 40%. Спешите. Количество ограничено. Завершит и украсит интерьер стильная и уютная мягкая мебель. Торговый дом «Мега» желает вам приятных покупок. Больше пяти лет жители дома по проспекту Назарбаева, 10, пытаются добиться демонтажа заброшенного помещения. Место магазина во дворе – свалка. Люди говорят, этот объект облюбовали бездомные. В ситуации разбиралась Азиза Исабай. Окна, двери и стены разбиты, а внутри куча мусора и неприятный запах. Этому зданию уже больше пяти лет. Участок площадью 122 квадратных метра начали застраивать в 2014-м. Людям обещали, будет магазин. В итоге получился приют для бездомных. Местные жители такому соседству не рады. С 2018 года бьют тревогу. Но демонтировать объект никто не торопится. А весной что будет? Это вонизма будет. И мыши, и крысы, и дети бегают. И мало того, что окна разбили, и лазают, и стекла. Так что пусть они его убирают, пожалуйста. Потому что это очень вообще нехорошо. Зачем нам эти магазины? Лучше бы сделали площадку спортивную или какую-нибудь детскую. Вот это не площадка. Во дворах сейчас современные площадки. Нам вот это вот не нужно. Напомню, в мае 2018-го решением экономического межрайонного суда строение было признано незаконным. Тогда частнику дали пять месяцев, чтобы освободить участок. В городском Акимате заявили, если сооружение бизнесмен не разберет, то это будет сделано в принудительном порядке. Прошло почти три года, а заброшенное здание по-прежнему на месте. И оно, как выяснилось, не единственное. В становлении Акимата города Павлодара в 2014 году во временное землепользование на условиях аренды то у Гринстор были предоставлены земельные участки во дворах домов по улице Академика Чокина, улице Димитрова и проспекту Насуртана Назарбаева. Для размещения и обслуживания магазина павильона. На сегодняшний день срок аренды данных земельных участков истек. И в настоящее время собственникам павильонов направили на письмо о необходимости освободить данные земельные участки. На демонтаж здания на этот раз частнику дали еще месяц. В городском Акимате сообщили, в случае бездействия бизнесмена объект снесут силами коммунальных служб. Однако счет за привлечение специализированной техники выставит предпринимателю. Азиза Исабаит, Мухаммед Эйгужа, Артем Злобин, телекомпания Ирбис. Посвятить повладарцев в мир денег стран Азии собираются участники Дома географии. Организаторы уверены, экскурс в историю банкнот будет интересен не только знатокам. Когда и, главное, где откроется уникальная выставка, узнала Александра Петрова. Банкноты могут представлять не только экономическую ценность, но и эстетическую. Лучше всего об этом расскажут нумизнаты и банисты, которые собирают деньги не в банках, а в коллекциях. В Доме географии решили представить свою. Это вышедшие из оборота, а также действующие монеты и купюры из разных уголков Азии, где побывали повладарские путешественники. Бумага и металл, как немые свидетели сменяющихся эпох и культур хранят символы, незаметные обывателям. Изменения истории страны рассматривать на банкнотах. Например, на первой банкноте изображен король, то есть было королевство Непал. После свержения короля новая власть пришла, и уже на банкнотах стала изображаться гора Эверест. Выставка словно путешествие в восточный мир. Кыргызстан, Таджикистан, Непал, Вьетнам, Таиланд, Индия, Филиппины, Турция, Эмираты. Самая старая банкнота в этой коллекции – китайская. 1953 года выпуска. Это очень интересная экспозиция. Мы планируем ее открыть 22 февраля и закончить 12 марта. То есть, в принципе, это почти три недели. Я думаю, что для тех, кто интересуется вообще географией, историей стран, кто любит расширять свой кругозор, кто интересуется деньгами, в широком смысле этого слова, конечно, придет увидеть. Между тем, в фондах географов не только деньги Азии. Есть банкноты со всех частей света. Однажды их тоже представят павлодарцам. Александра Петрова, Бигбол Морзахан, Артем Злобин, телекомпания «Ирбис». В ближайшее время будет выплачен долг тренерам и сотрудникам центра «Жолдес». Ну, к делам футбольным мы вернемся через несколько секунд. А сейчас, Лен, что еще интересного происходит в спорте? Что? Где? Когда? За кого болеем? Держим кулачки? Я хочу сказать, что успешно выступают гонбалисты в рамках чемпионата страны. Игры среди команд первой лиги проходят в Кустанай. И наша первая дружина имеет стопроцентный показатель. Север одержал три победы. Ну, за регион, если не ошибаюсь, выступают два состава. Да, и во втором заявлено, ребята помладше, они тоже достойно борются. А мы о спорте еще больше расскажем через несколько секунд. Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды из Кореи «Близ». Как работают законы, что должен знать каждый? Односторонний у нас закон, то есть виноватый, можно сказать, опыт. Кто поможет? Ну, никак, ну, нет защиты. Чрезвычайные происшествия один на один с бедой. Это вот сейчас, я говорю, еще так вообще приходило, как смотрела ваш сюжет. Истерика. Истории, которые знакомы многим. Дети же не виноваты в том, что мы разошлись, да? Их же тоже нужно поднимать и воспитывать. Трагические события и заложники ситуации. Все изменилось, все. Для кого-то я показала пример, а с другой стороны теперь, ну, нет ноги. События, факты и люди. По пятницам в 22.00 в проекте «Сигнал». Долги по зарплате тренерам и сотрудникам Центра «Желдыс» погасят в ближайшее время. Финансирование на развитие детско-юношеского футбола и содержание профессиональных клубов будет из областного бюджета. Цифры на сезон озвучил руководитель регионального спортивного ведомства. Никакого снижения зарплаты тренерам Центра «Желдыс» не будет. Напротив, с учетом индексации ее обещают поднимать. Кроме этого, закроют весь долг. Разговор о том, что футбольный центр будет закрыт, это все просто пока доводы и слухи. Он работает, финансирование утверждено. Безусловно, все задолженности тренерского состава будут погашены. Я же еще раз подчеркиваю, идет переходный период, то есть отрабатывается система финансирования. Естественно, все вот эти задолженности по этим месяцам, они будут, конечно, погашены. Это, безусловно, не только перед тренерским составом. Долги по зарплате будут погашены игрокам молодежной команды, а также сотрудникам административного аппарата. Напомню, в прошлом сезоне вместо Центра «Юртыш» был создан «Желдыс». Новая школа теперь финансируется из областного бюджета. В этом году на ее развитие потратят 399 миллионов тенге. В целом на футбол в регионе заложено более миллиарда. Больше всего средств распределили для участников чемпионата среди клубов первого дивизиона. 353 миллиона в сезоне получит команда «Аксу» и «Кибастус» 229. Еще 120 миллионов бюджетных средств выделяют дружине «Павлодар», которая представляет область в первенстве второй лиги. Эти суммы, я считаю, что достаточно для того, чтобы наши команды участвовали в чемпионатах республики. И перед каждым клубом поставлена определенная цель и задача. Поэтому в этом плане все вопросы, касающиеся финансирования, на сегодняшний день отработаны. Но я еще раз повторяю, мы сейчас проводим государственные закупки. Кроме футбольного центра «Желдыс» в Павлодаре работает специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Иртыш». Ее финансирование также поступает из бюджета. Владимир Белоусов – лучший игрок третьего тура в составе молодежной команды «Павлодар». Матчи завершились в Кукшетау. Наши волейболисты набрали 7 очков. Тем временем женский клуб «Иртыш» добывает трудовую победу в упорном противостоянии. В четвертой встрече тура, который принимает Петропавловск, в подарки в тренировочном стиле победили клуб «Ару Астана». У наших получались приемы и подача. Отлично волейболистки играли на задней линии в третьей партии. У соперниц даже не осталось сил сопротивляться. Счет отрезка 25-12 и 3-0 итог поединка. О днем ранее «Иртыш» стал автором сенсации. Подопечные ходу соотпраздновали викторию над крепкой дружиной Скараганды. Отдав первый сет 25-21, далее наши девчонки не дали усомниться в своем превосходстве. Упорная борьба на площадке разворачивалась за каждый мяч. 21-25, 19-25, 16-25. Результаты партии. Общий итог 1-3 в пользу наших волейболисток. Настройка команды боевой. И есть большое желание побеждать. Прогресс команды появляется понемногу. И с каждым туром мы становимся увереннее в себе. Было большое желание обказать команду Караганды. И в этом помогла нам установка тренера. Две победы и два поражения пока в активе «Иртыша» раунд. Наши волейболистки начали не совсем удачно. В первом поединке подопечных ходу соэкзаменовали хозяйки. Куаныш в этом сезоне заметно укрепил свой состав. Тон в команде задают опытные казахстанские волейболистки, в числе которых экс-повладарки, а также легионеры. Победа Петропавловского клуба 3-0. Стоит сказать, северянки – соискатели на бронзовые медали чемпионата. А во втором матче «Иртыш» с таким же счетом уступил Алма-Атинкам. Баскетболистки «Иртыша» терпят поражение в стартовом матче группового этапа чемпионата республики. Игры начались в Щучинске. В первом поединке по владарке уступили клубу «Каспий» 93-72. Самой результативной была Рухина Гаврилюк, в активе которой 12 очков. А в нашем регионе продолжаются соревнования в режиме онлайн. Любители бега и профессиональные атлеты соревнуются в масштабе областных турниров. В течение недели участники из районов высылают судейскому корпусу скриншоты своих результатов. А финальную часть проводят в тестовом формате, соблюдая все санитарные нормы. Где-то в каждой группе участвует по 10 человек. Они разделены согласно санитарным нормам и времени. Поэтому все нюансы, которые необходимы, мы соблюдаем. И они, ну как сказать, уже жестко в правилах у нас вынесены. И мы, как говорится, к этому уже привыкли. У нас трое у ребят тоже. Все приходят бороться, бежать. Соревнования мы всегда ждем. Но у нас соревнования-то и не прекращаются. В онлайн-режиме проходят и лыжные гонки, и различные двоеборья соревнования. Кроссы проходят. Так что насчет соревнований мы не переживаем в этом году. Соревновались атлеты в нескольких возрастных группах. В программе областного турнира в основном бег на среднюю дистанцию. Плюс добавили командную эстафету. В этом виде Зиньковский, Джапаров, Подлесный и Адабеков – чемпионы. В личном зачете отличные результаты показали Майса Искендирова, Берег Берсини, Фалентин Ухов и Виктор Бондарь. О спорте на сегодня все. Наши самые интересные новости и программы читайте. Смотрите на сайте irbistv.kz и страницах в социальных сетях. Удачи вам и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!